Девушка по имени Элайда решилась принять участие в популярной турецкой передаче «Ты мой парикмахер», о чем она вскоре пожалеет. Ее стилистом оказался Билал Агина, который хотел на перерез желанию участницы кардинально изменить ее образ. В один момент мужчина без зазрения совести отрезал ей чуть ли не половину длины волос, которые она отращивала не один день. Когда бедная девушка поняла, что произошло, то в слезах хотела уйти за кулисы, однако упала в обморок. Стримерша с ником Мисс Кукис решила отпраздновать свой день рождения вместе со зрителями в прямом эфире. Для этого она взяла торт и подожгла на нем свечи. Кроме микрофона никто не пострадал. Вся жизнь – стеклянные ограждения, а ты в ней – это девушка. Во время тренировки юный футболист мечом сбил в воздухе квадрокоптер. Даже если ты победитель ситуации, не стоит терять концентрацию, иначе можешь оказаться в неловком положении. Правила пожарной безопасности никто не отменял. Во время эффектной подачи блюда произошел забавный инцидент, который участники вечеринки запомнят надолго. Голливудский актер Уилл Смит на презентации фильма «Люди в черном 3» ударил корреспондента украинского телеканала, который попытался его поцеловать. В этом видео настолько все идеально, что мы решили не добавлять сюда никаких комментариев. Просто полюбуйтесь. Во время прямого эфира «Хромакей» не всегда работает в вашу пользу. Вот что было дальше. Инициативы у этих приматов хоть отбавляй. Даже они знают, что нужно делать, когда остаешься один на один с девушкой. Разве можно было так обойтись с девушкой? Надеюсь, этот мужчина хотя бы сожалеет о проделанном. Прямо как в кино. На футбольное поле под овацией болельщиков приземлился вертолет. Один из членов экипажа сошел с него с мячом и лично передал его арбитру матча. Участник мотосоревнований устроил для корреспондентки бесплатный сеанс омоложения лица с помощью польской лечебной грязи. Все это происходило в прямом эфире. Что-то мне подсказывает, что этот ведущий знал, что делает. Шон О'Коннелл в очередной раз превратил процедуру взвешивания в веселое времяпрепровождение. Вместо того, чтобы пронзить суровым взглядом своего соперника по ближайшему бою Иллира Латифи, О'Коннелл подарил ему букет цветов. Латифи принял презент и в долгу не оказался. Выдал оппоненту пачку конфет. Кот нечаянно отправился в полет. Нештатная ситуация произошла на борту Дельтаплана. Пилот две минуты парил с незапланированным пассажиром. Во время предполетного осмотра никто не заметил животное, забравшееся на крыло. После того, как летательное устройство поднялось в воздух, кот попытался перелезть в кабину. Пришлось срочно приземляться, чтобы убрать безбилетника. Во время широко распространенной среди профессиональных бойцов дуэли взглядов, шведка Микаэла Лаурен смутила свою соперницу неожиданным поцелуем, явно задуманным, как небольшая провокация. Та от неожиданности слегка шлепнула ее по щеке, но потом рассмеялась. Строить посадочную полосу рядом с пляжем было не самой лучшей идеей. Когда ты делаешь то, к чему все привыкли немного по-другому, то получается более чем эффектно. Крышу автомобилю сорвало буквально в мгновение ока. Если в этот момент при просмотре видео моргнуть, можно вообще не понять, что произошло. Незадачливый владелец спорткара уверяет, что, скорее всего, причиной стал выход защелок из строя, хотя не исключает и того, что просто неправильно установил крышу. Эффект домино в действии. В китайском городе Жэньчжэнь камера видеонаблюдения зафиксировала мужчину, который пытался в неположенном месте перебежать дорогу. Нарушителю удалось пересечь только половину пути до разделительного барьера, а дальше ситуация полностью вышла из-под контроля. Видео бьюти-блогерши из Калифорнии на глазах у ее подписчиков превратилось в сущий кошмар. Дело в том, что девушка ввела прямую трансляцию на своем YouTube-канале, когда в штате произошло мощное землетрясение магнитудой в 7,1 балла по шкале Рихтера. Спасибо за просмотр! Если вам понравилось видео, то подписывайтесь на канал и ставьте лайки. С нами интересно! Всем пока!